Добрый день дорогие зрители, с вами OpenScience in Ukraine и меня зовут Гуслистер Артём. В этом видео я расскажу как в версии 3.0.2 после обновления со второй версии вернуть боковые панели. То есть какие именно? Языковая панель, как вы видите, отсутствует. Нет информационного блока. Нет блока разработчиков. Там где было написано OpenJournal Systems в версии во второй. А с чем это связано? При обновлении базу данных мы не трогаем, как вы поняли. То есть остались вне записи о левом сайтбаре, которого в версии 3.0.2 нет. То есть во второй версии у нас было два сайтбара, левый и правый. В третьей версии только один сайтбар. Но в базе данных остались записи о другом левом сайтбаре. Поэтому вся информация, которая была в том сайтбаре в левом, она осталась, не переживайте. Просто её нужно через SQL-инъекцию вернуть в наш видимый диапазон. Сейчас я вам покажу, что у нас действительно всё настроено и включено под примеры языковой версии. То есть мы видим в управлении сайтбаром, что у нас действительно всего два доступных блока. Мы в языках видим, что у нас всего три английский, русский и украинский язык. Вот они в админке также отображаются. И в плагинах сейчас продемонстрирую факт того, что включена языковая панель, языковой блок. Вот он. Что нам надо сделать? То есть есть инъекция вот такого вида. Будет в описании под видео. Мы её просто делаем SQL-инъекцию в нашу базу данных. Нажимаем ОК. Затронуло 19 строк. Успешно всё. После этого мы переходим в админке, в администратора внизу. И нам нужно почистить весь кэш нашего сайта. После этого переходим на наш сайт. И мы видим, появились дополнительные блоки, которые были во второй версии с левой стороны. То есть это у нас блок разработчиков OpenJournal Systems. Языковая панель с нашими тремя языками. И информационный блок. Там информация для читателей, читателей, авторов и библиотекарей. То есть вот в принципе и всё. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Следите за новостями. Мы сейчас активно осваиваем версию 3.02. Далее будем выкладывать видео о дизайне, о настройках подробнее. Подробнее о моментах локализации. Потому что не везде она соответствует полностью. Не полностью переведённая на некоторые языки платформа. Спасибо за просмотр. Всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...